Сократить долги, обеспечить рост доходов, создать условия для инвесторов. Такие задачи сегодня поставил глава республики перед управленческой командой Красноармейского района. Сегодня в муниципалитете подвели итоги работы за прошлый год и обозначили задачи на перспективу. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ими гордится район. На центральной улице села Красноармейская появилась вот такая аллея славы, как было когда-то в советские времена. На портретах передовики труда. Машинисты-экскаватора Валерия Степанова, что на фото, сегодня пригласили на подведение итогов, чтобы вручить благодарность и памятные часы от главы региона. Жители муниципалитета, отметил Михаил Игнатьев, рассчитывают на результативную работу местных властей. Четкие ориентиры прописаны в национальных проектах. Мы уверенно вошли в 2019 год и достойно его завершим. Инвестиционные расходы у нас не снижаются. Строительство объектов в образовании, здравоохранения в этом году будут на 35% больше. С плюсом к факту 2018 года безвозмездные поступления у нас составляют почти 23 миллиарда 400 миллионов рублей. По итогам прошлого года в бюджет района поступило более 300 миллионов рублей. Немалые суммы направят на реализацию 17 муниципальных программ. В приоритете развитие образования, медицины и капитальный ремонт дорог. Другая задача для местных властей сокращение долгов за услуги ЖКХ. На место такие долги, как отружные, не вернут, нет этих организаций. Население должно соблюдать финансовую и исполнительскую дисциплину. Кто-то платит своевременно, в час в час. Иначе в сфере ЖКХ начнутся проблемы. Конкретно каждый должен работать, кто по компетенции обязан это делать. Если они бездействуют, то можно увязать по интересам, по мероприятиям национального плана противодействия коррупции. Более трех миллионов рублей в муниципалитете направят на ремонт дворов. В прошлом году в районном центре благоустроили парк. Правительстве республики готовы поддержать и другие инициативы жителей. На конкурсный отбор от красноармейцев поступило 16 проектов. Местные власти реализуют и программу энергоэффективности. Начали замены уличных ламп. Проведена замена ламп уличного освещения в населенных пунктах на энергосбрыгающей количестве 3233. Бюджетная эффективность от проведенных мероприятий в 2018 году составила 3 миллиона 640 тысяч рублей. Еще одна обсуждаемая на отчетных собраниях тема – демография. Главный врач больницы говорит, что жители муниципалитета стали больше следить за своим здоровьем. Естественно, убыль населения несколько снизилась, составила 7 на 1000 населения. Среди причин смертности остальных, как и везде, у нас, конечно, идет заболевание системы кровопрощения. На втором месте органы нервной системы. Глава республики отметил, что впереди много работы. Красноармейский район должен становиться все более привлекательным для инвесторов. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика.